здравствуйте уважаемые друзья на связи алексей кузьмичев и сегодняшний видео урок у нас с вами будет больше посвящен тонированию фотографий ну и в конце мы еще немножечко поговорим про текстурирование тонировать будем и вот этот вот снимочек придадим ему такой драматический оттенок и сверху еще положим очень интересную гранж текстуру ну что ж давайте приступим начинаем с того что открываем фотографию в камеру потому что у меня снимок представлен в роу формате и я предварительно могу его настроить в камеру и так первое что нам необходимо сделать здесь это чуть-чуть сместить ползунок температуры вправо чтобы фотография выглядела немного потеплее потому что в дальнейшем мы с будем тонировку делать такую зеленоватую и лучше сразу добавить нужный оттенок на фотографии и также немножко повысим оттенок примерно до 8 вот примерно так оставляем двигаемся дальше экспонирование и контрастность мы в данном случае трогать не будем меня все устраивает также давайте немножечко опустим цвета чтобы у нас появились детали на рубашке в модели вот примерно так и также немножечко опустим тени чтобы сделать задний план чуть-чуть потемнее так ну примерно до минус 30 35 я думаю вот так оставляем чуть-чуть увеличим белое сделаем поярче также в блузку модели примерно до 50 и затемнение чуть-чуть увеличим чтобы у нас проявились детали на заднем плане вот примерно так до 35 также давайте сразу настроим четкость чуть-чуть ее увеличим примерно до 7 и добавим немного цветов на наш снимок увеличиваем красочность до плюс 60 я думаю даже до плюс 65 и чтобы оттенки немножко приглушить которые у нас слишком ядовитыми получились давайте понизим немного насыщенность ну где-нибудь также до минус 50 вот примерно так фотография у нас сейчас выглядит довольно плоской как вы видите но это в дальнейшем нам очень сильно упростит процесс тонирования поэтому если вы хотите в дальнейшем тонировать ваш снимок и предварительно вырабатывать его в камеру роу старайтесь приводить его вот к такому виду чтобы фотография у вас выглядел чуть-чуть плоской и немного такой сероватой в дальнейшем вам будет проще ее тонировать ну что ж теперь нажимаем здесь открыть изображение чтобы у нас фотография открылась фотошопе уже и начинаем работу здесь так также для работы там сами в дальнейшем понадобится вот эта текстурка я ее вам приложу к этому видео уроку сможете скачать и использовать уже для обработки своих фотографий ну что ж приступим теперь к обработке нашего снимка первое что мы делаем создаем корректирующий слой кривые здесь и немножечко поднимем точку черного чтобы у нас тени стали более мягкими а для этого поднимаем вот эту верхнюю точку примерно до значения 043 я думаю вот так оставим еще одну точку здесь выгибаем ее вот таким вот образом чтобы у нас фотография стал чуть-чуть потемнее ставим следующую точку здесь и последнюю верхнюю точку ставим наверху чуть-чуть опускаем точку белого вот так отлично теперь у нас модель очень хорошо отделяется от фона и мы можем продолжать закрываем данный корректирующий слой и создаем новый сейчас это у нас будет выборочная коррекция цвета здесь сразу же переходим в белые оттенки и начнем потихонечку нашу тонировку в первую очередь добавляем в белые немножечко голубого примерно до значения 5 и также усиливаем немножечко черные здесь примерно до 5 также далее идем в нейтральные здесь выставляем настроечки плюс 8 также добавляем немножко голубоватых оттенков здесь также плюс 4 и плюс 5 чтобы фотография стала такой слегка и зеленоватый идем теперь в черные оттенки здесь также добавляем голубого 12 примерно ставим пурпурный также на 12 и желтый на плюс 5 можно еще усилить контраст черного чуть-чуть вот так отлично закрываем данный корректирующий слой фотографии теперь у нас должна выглядеть вот таким вот образом меня часто спрашивают как я подбираю параметры для конкретных фотографий отвечаю вам сразу что это делается экспериментальным путем то есть я подбираю все исходя из того результата который хочу получить поэтому при обработке уже своих фотографий вы можете эти настройки изменять и уже смотреть на результат то есть работать исходя из нужного вам результата ну что ж продолжаем теперь давайте добавим еще больше холодных оттенков для этого создаем корректирующий слой карта градиента вот здесь я также подобрал два цвета которые буду использовать первый цвет у меня идет под номер 524 д 61 вот такой нажимаем ok и выставляем второй цвет второй цвет у нас идет 6d 66 79 нажимаем ok ok и закрываем данный корректирующий слой здесь ставим мягкий свет режим наложения и чуть-чуть давайте понизим прозрачность этого слоя где-нибудь до 70 процентов вот примерно так смотрим что у нас изменилось как видите фотография приобрела еще больше холодных оттенков далее переходим опять выборочную коллекцию цвета и на этот раз поработаем с красным каналом здесь из красных убираем полностью синий чтобы у нас кожа модели более хорошо проявилась добавляем немножечко сюда желтого в кожу примерно до плюс 15 и черный давайте увеличим на 100 чтобы лицо стал у нас по объеме немножечко примерно так а и также переходим желтый канал здесь полностью убираем из него голубой полностью убираем пурпурный и добавляем еще немного желтого вот так и также увеличиваем значение черного чтобы у нас лицо было по объему все отлично закрываем данный корректирующий слой и работаем дальше наверняка вы заметили что на данной фотографии я не проводил никакой ретуши скажу вам сразу что это делается для того чтобы как раз акцентировать внимание на драматичности нашей фотографии поэтому в данном случае я посчитал что ретушь можно не делать причем лицо модели довольно чистое ну и как бы не нуждается в обработке конечно же при желании вы можете сделать ретушь на своих снимках все зависит от того результата который вы хотите так далее создаем корректирующий слой цветовой тон насыщенность вот и здесь также будем работать с кожей добавим в нее побольше красноватых оттенков так как сейчас у нас кожа выглядит довольно зеленовато и что не очень красиво смотрится предварительно давайте немножечко понизим насыщенность всей нашей фотографии где-нибудь до минус 15 вот так и перейдем теперь уже в красный канал здесь увеличиваем насыщенность этого канала до плюс 30 я думаю вот так как видите кожа сразу же стала более такой естественный и также перейдем немного в желтый канал и здесь немножечко понизим насыщенность желтого чтобы волосы у нас не смотрелись такими яркими ну примерно до минус 40 я думаю вот отлично теперь у нас акцент на коже кожа стала естественного цвета и волосы у нас не выглядят такими яркими отлично ну что ж и теперь нам остались финальные штрихи давайте немного усилим четкость нашей фотографии для этого создаем объединенную копию наших слоев shift control alt и нажимаем на клавиатуре и переходим в пункт фильтр выбираем здесь другой цветовой контраст выставляем радиус данном случае 10 у меня вы следите за своей фотографии чтобы у вас контуру выглядели примерно вот таким вот образом нажимаете ok и режим наложения ставим сюда перекрытие вот как видите фотография стала у нас подчетче и также давайте усилим резкость shift control alt и нажимаем еще раз и переходим в пункт фильтр усиление резкости контурную резкость я буду использовать здесь также смотрим на результат в данном случае мне подходит настройки эффект 150 радиус можно слегка уменьшить где-нибудь три с половиной я думаю вот так нажимаем клавишу ok смотрим что получилось как видите ну что же теперь пришло время добавить текстурку на нашу фотографию давайте откроем наше изображение скопируем его control a control c и помещаем наверх нажимаем control v здесь так при помощи свободного трансформирования control t изменяем размер так как нам нужно и размещаем текстурку вот здесь растягиваем теперь ее по размеру нашей фотографии нажимаем клавишу enter и ставим режим наложения экран и прозрачность давайте поставим на 50 процентов так также можно дополнительно стереть эффект с лица вот добавим сюда масочку выберем кисть убедитесь что она у вас мягкая а также прозрачно стоит 30 процентов и при помощи черной кисточки делаем несколько мазков по лицу чтобы убрать ненужную текстурку отсюда вот таким образом ну что ж вот в принципе и все наша с вами работа завершена давайте все свои которые мы создали в процессе работы объединим в отдельную группу выбираем их все нажимаем комбинацию control g и посмотрим что у нас получилось итак вот фотография которая была в самом начале работы и вот чего мы с вами добились в процессе данного видео урока я надеюсь вам результат понравился и вы сможете применять его на своих фотографиях всем большое спасибо за внимание и до встречи в следующих видео уроках